МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Данил Паршуков. В начале выпуска коротко о его главных темах. Сколько веревочки невица. В Луганске задержали злоумышленника, который обманул 29 сахалинцев. Он специально выбирал дальние регионы для своих противоправных действий. И об этом расскажу я, Евгений Коньков. 11 тонн морского серого ежа изъяли у брагоньеров в порту Невельска. К счастью, представители морской фауны оказались жизнеспособными и их выпустили в естественную среду обитания. О деталях операции вы узнаете через несколько минут. Почтальон Сахалина представит Дальний Восток на всероссийском конкурсе профмастерства Почты России, финал которого пройдет в Москве. Подробнее о том, как работают островные почтовые отделения, расскажу я, Алина Достаева. В Южно-Сахалинске состоялся запуск первых электробусов. Они вышли на муниципальный маршрут номер 25, который связывает Лиственичное с жилым комплексом «Горизонт». Работу нового транспорта оценил губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. Чтобы было каждому человеку удобно и сесть в метро, выйдя из автобуса, и наоборот, выйти из автобуса, сесть в наш городской экспресс. И сейчас начинают работать вот эти карточки мультимодальные, которые будут работать и в автобусе, и в электричке. Мы с 65 минут снизим интервал межпоездной до 35 минут. Что это значит? Это значит, что на участке, как от Южно-Сахалинска до Ново-Лесандровки, так и от Южно-Сахалинска до Аристалфоровки, поезда будут ходить каждые 35 минут. Сейчас электробусы эффективно и быстро возят гостей образовательного интенсива «Архипелаг-2024». Участники мероприятия могут с комфортом опробовать новый вид транспорта. Меняют также и расписание железнодорожного сообщения, чтобы вписать его в систему городских перевозок. Строительные работы на горном воздухе из-за разлома и возможного оползня прекращены своевременно. Об этом заявили сахалинские общественники. Напомню, несколько дней назад в районе средней площадки горнолыжного курорта произошел разлом. По мнению активистов, поводов для паники нет. Опасность ближайшим жилым домам не грозит. Сегодня технологии позволяют быстро, если все рассчитать, выполнить мероприятия, купировать все процессы, которые произошли и укрепить склон для того, чтобы хозяйственная деятельность для человека была безопасна. Я не специалист, но это говорят специалисты, что сейчас нужно проводить работы, связанные не только со строительством стенок, укреплений, подпирающих стенок, но и работа со сваями, потому что склон нужно стабилизировать. Сегодня эти ключевые моменты мы услышали в заявлении губернатора Сахалинской области. Я считаю, это правильно. Сейчас на месте проводятся изыскательные работы. После их завершения будет принято решение о дальнейшей эксплуатации горы Большевик. В Луганске Сахалинские полицейские совместно с коллегами из Центрального аппарата задержали подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек признался, что его жертвами были только жители островного региона. Фигурант уголовного дела пообещал вернуть все похищенные средства, причем сумма превышает 400 тысяч рублей. Подробности у Евгения Конькова. Оперативники Центрального управления уголовного розыска спешат задержать жителя Луганска. Его подозревают в мошенничестве. Благодаря сети интернет ему удалось похитить почти полмиллиона рублей. Фигурант искал объявления, которые размещались потерпевшими на платформе Сахком с предложением продажи той или иной вещи. Он вступал с ними в переписку в мессенджеры в WhatsApp и в дальнейшем скидывал им ссылки на поддельный сайт транспортной компании, получал их денежные средства. И в дальнейшем уже переставал выходить на связь. Иными словами, если человек соглашался, злоумышленник сообщал ему, что уже оформил и оплатил доставку. Однако, чтобы деньги поступили на счет грузоперевозчика, продавец должен был ввести данные своей банковской карты на сайте транспортной компании, чтобы якобы подтвердить перевод. Задержанный рассказал, что жертвами его действий были только жители Сахалинской области. Выбор был не случайен. Молодой человек считал, что удаленность островного региона не позволит правоохранительным органам его найти. Однако сахалинские полицейские уже вели на него охоту. Когда расследование подошло к решающей стадии, к делу подключились коллеги из центрального аппарата МВД. Находится по месту жительства в городе Луганск в отношении вызбранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. Ввиду того, что он ранее не судимый, полностью согласен погасить материальный ущерб и активно способствует следствию в расследовании уголовного дела. Задержанный луганчанин обманывал доверчивых граждан несколько лет. Сейчас идет сбор доказательств по возбужденному делу. Суд, скорее всего, будет проходить в областном центре. Поэтому подозреваемого этапируют на Сахалин. Евгений Коньков, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ. А в Невельском порту задержали браконьеров. Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области пресекли незаконную добычу биоресурсов. У местных рыбаков изъяли морского серого ежа на сумму 66 миллионов рублей. В ходе проведения комплексного применения сил и средств на судне в морском порту Невельск из незаконного оборота изъято более 11 тонн морского ежа серого. По оценкам специалиста, их теолога морской еж признан жизнеспособным и выпущен в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб безопасности государству составил свыше 66 миллионов рублей. По факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Жительница Корсакова стала лучшим сотрудником Почты России на Дальнем Востоке. Девушка победила в конкурсе профессионального мастерства. Почтальоны, операторы, сортировщики, начальники отделений и водители автомобилей боролись за выход в финал. Чем еще удивляет островная почта, расскажет Алина Достаева. Светлана Анисова работает почтальоном в Портовом городе на самом краю света. В этой профессии девушка 12 лет. До этого училась и работала, как говорится, поваром-кондитером. Ну, так как в тот момент был дефицит с этим, и стаж у меня маленький был, и поэтому мне с центра занятий дали направление на Почту России. Жизнь, муж, семья. И, как говорится, вся жизнь здесь у меня уже, грубо говоря, с 12-го года прошла здесь на Почте России. За это время ей удалось отточить все профессиональные навыки. Своё мастерство она доказала на конкурсе, региональный этап которого проходил в Хабаровске. Светлана лучше всех справилась с заданиями, доказав, что на Сахалине самые чуткие сотрудники. С утра раскладка конвертов и газет, затем доставка до адресата. За один день почтальон разносит несколько сотен бумажных отправлений. Заботится почта о своих клиентах не только с помощью качественного обслуживания. Долгие очереди – главная боль тех, кто отправляет посылки или получает их. Во время, когда предпочтения отдают экспресс службам доставки, надо быть конкурентно способным и держаться на плаву. В Сахалинской области тестируют новинку – пункты самообслуживания. Процесс простой. Адресант сам взвешивает посылку, вносит данные электронно, распечатывает бланк и только тогда отдает отправление сотруднику. Такие точки расположены в четырех отделениях Южно-Сахалинска и один пункт находится в Холмске. На этом дело не заканчивается. Уже много лет получать посылки можно без очередей, заранее записавшись на удобное время. «Почта России запустила тестирование QR-кода, то есть в мобильном приложении можно обновить QR-код для получения и отправки всех своих отправлений. То есть это ускоряет работу операторов, уже не нужно по штрих-коду искать каждое отправление, достаточно показать QR-код, работа которого продолжается в течение 10 минут после его генерации. И клиент по этому QR-коду получает все свои отправления в отделении без предоставления паспорта». Все эти мероприятия доказали свою эффективность и помогают сотрудникам успешно модернизировать рабочий процесс. Алина Достоева, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. В центре для одаренных детей Сахалинтех «Алаид» появилось новое оборудование. Презентацию современного оснащения провела министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. С помощью высокотехнологичных гаджетов дети будут изучать важные образовательные направления. Испытала новинки в деле и наша съемочная группа. Фраза «Вперед в будущее» давно не кажется символичной, а воспринимается как руководство к действию. Электронные доски, 3D-принтеры и сканеры в школах – неотъемлемая часть образовательного процесса. Новым оборудованием заполнен и центр для одаренных детей Сахалинтех «Алаид». Среди новинок, которые не успели распаковать до конца, девайсы для киберспорта, медиатеатр, 3D-сканер, позволяющий создавать макеты крупных предметов. Одно из новшеств – это голографическая система. В очки встроены специальные датчики, которые сканируют изображение. В результате ученик видит объемную картинку. С помощью этой программы можно делать проекты, можно даже сделать макет и в дальнейшем распечатать его на 3D-принтере. Все это необходимо для качественного обучения. С 1 сентября на базе «Восток» центр продолжит свою работу уже с использованием приобретенной техники. Дети будут в него зачисляться из всех районов Сахалинской области, а в перспективе из Дальнего Востока. То есть ребята будут приезжать и очно учиться на базе данного центра по четырем направлениям – синхронизированным с Сахалинским государственным университетом. Искусственный интеллект, беспилотно-летательные аппараты, альтернативная энергетика, в том числе водородная энергетика, экономика мирового океана. В центре начнут работы новейшие для региона пространства. Для развития творческих способностей дети будут погружаться в мир виртуальной реальности и интерактивных спектаклей. А на специальной площадке юные журналисты и блогеры будут создавать свои медиапроекты. Это погружение, во-первых, в технологии, технологичное оборудование. Детям придется глубже-глубже изучать. Области это все смежные. То есть мы изучаем 3D-моделирование, проектирование. Все это вместе, вкупе получается. И, в общем, это буст дает полностью развитию технических навыков. Сахалинский центр для одаренных детей объединит больше 3,5 тысяч школьников от 12 до 18 лет. Такие учреждения открывают по решению президента России Владимира Путина. Алина Достоева, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. В июле отмечают Всемирный день борьбы с аллергией, прогулки на свежем воздухе, физические упражнения, рациональное питание. Вот некоторые рецепты, о которых нам напомнила врач-аллерголог Центральной поликлиники Южно-Сахалинска Кристина Курочкина. Запись беседы смотрите в рубрике «Гость студии». Кристина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте с вами поговорим немножко о том, что вообще такое иммунная система и как она влияет в принципе на человеческий организм. Иммунная система – это целый комплекс органов, тканей, клеток, которые распределены везде по организму. И они беспрестанно работают. И сложно как-то выделить отдельно какую-то структуру, которую мы могли бы назвать, что вот этот орган отвечает за иммунитет, или эта клетка отвечает за иммунитет. Самая главная ее функция – это защита нашего организма от каких-то врагов извне. Это могут быть вирусы, бактерии, грибки, онкологические клетки. Это, конечно, враг внутри, но тоже защищает. Также, в принципе, иммунная система участвует в различных других процессах и поддерживает равновесие, гомеостаз называется это слово, организма нашего. Все эти внешние раздражители, к ним в том числе относятся и аллергены. Насколько интересно узнать от состояния иммунитета, зависит то, как человек будет восприимчив к аллергии. Смотрите, что такое аллергия? Это какая-то неправильная реакция на аллерген, на раздражитель. Почему это происходит? Иммунная система почему-то считает эту структуру, аллерген, это чаще белковая структура, она считает ее врагом и начинает усиленно против нее бороться. То есть человек, у которого нет аллергических реакций, он спокойно может играться с животными, например, и у него реакции не будет, а у другого человека будет. Почему так происходит? Никто до сих пор не дал какого-то точного ответа. Аллергические реакции чаще встречаются в больших крупных городах, где более плохая экология, так скажем. А в селах, деревнях, в небольших городках, где много природы, свежего воздуха, там аллергические реакции встречаются много меньше. Есть какие-то способы укрепить, сохранить свой иммунитет, закалить? Ну да, здесь, знаете, такие способы, которые все врачи говорят, для всех, наверное, заболеваний, это здоровый образ жизни в первую очередь, это прогулки на свежем воздухе, физические упражнения укрепляют здоровье, иммунную систему в том числе. Это разнообразное рациональное питание, чтобы присутствовало хорошее количество овощей, фруктов, меньше фастфуда различного, да, субпродуктов. Также достаточно количество жидкостей в день, потому что вода – это источник многих реакций. Где-то вот полтора литра, наверное, оптимально будет в день. Два тоже можно, в принципе. Нам на Сахалине повезло, мы можем где-то на море уехать, где-то на природу, то есть у нас, в принципе, это доступно. Где-то на сопочку там сходить, на пикник, то есть это приветствуется. Слушайте, а вот эти вот… Недавно, кстати, читал исследование, что люди, которые принимают поливитаминные комплексы, живут не дольше, чем люди, которые их не принимают. А вот насколько вообще вот эти вот витамины, поливитамины помогают сохранить, да, в том числе иммунитет? И, в принципе, как правильно выбрать для себя витамин? Вот к кому сходить и как проконсультироваться? Смотрите, да, было такое исследование, то есть у нас немножко со статистикой в этом плане похоже в России. Мы равняемся на статистику наших коллег зарубежных. Вывод какой из этого исследования? Что вместо траты денег на витаминные комплексы лучше пойти, приобрести себе фрукты, овощи свежие. Тем более сейчас лето, сезон, да, можно удовольно естся. Ну, либо какие-то витамины. Либо, да, смотрите, индивидуально, да, конечно. То есть если человек чувствует какие-то проблемы с своим здоровьем, он может обратиться в поликлинику по месту прикрепления и проконсультироваться со своим врачом. И опять же, я не говорю, что, да, все витамины плохие, мы ничего не пьем. Есть ситуация, когда показан прием определенных препаратов, например, это беременные, им показан прием фолиевой кислоты. У вегетарианцев часто дефицит витамина В12, то есть тоже желательно его прием. Потом также и у вегетарианцев или у женщин, это, конечно, не витамин, больше микроэлемент. Часто анемия, дефицит железа. И это состояние, кстати, тоже влияет и на состояние кожи, волос, и на иммунную систему в том числе. С какими аллергиями вот сахалинцы и курильчане чаще всего сталкиваются? Возможно, у нас есть какая-то региональная особенность какая-то. У нас есть некоторые особенности, да. Конечно, такие же аллергии, как и везде по России. Аллергии у нас очень много на пыльцу, полинозов сезонных, а также на животных, на домашнюю пыль. На грибки как-то меньше в моей практике встречается. Но пищевая аллергия – это вообще очень большая редкость. У нас многие люди принимают за пищевую аллергию то, что ей не является. Но она очень похожа бывает, да, это псевдоаллергические реакции называются. Пищевая аллергия, в принципе, по статистике, среди всех аллергии 2% всего занимает. То есть это очень редкая ситуация. А с чем ее можно перепутать? Есть продукты, которые из-за того, что мы употребляем большое их количество, например, мандарины какие-нибудь, апельсины, шоколадки, они за счет того, что, в принципе, содержат в себе вещество гистамин, оно может давать симптомы, похожие на аллергию. Но возникает, в чем отличие, только при переедании. Что ж, спасибо большое, что ответили нам на все вопросы. Не за что. Будем надеяться, что все наши жители послушают и будут внимательнее относиться к своему здоровью. Да, я тоже очень на это надеюсь. Всего доброго. Все, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. Семья на все времена. Под таким названием прошло чествование супругов-юбиляров и многодетных семей в Анивском городском округе. Подробнее об этом смотрите далее в нашем эфире. Вернулись живыми и здоровыми. В Южно-Сахалинск прибыли участники военно-патриотического слета в фрегат. 12 дней ребята жили в палатках, обучались военному делу и наслаждались красотами Курил. О впечатлениях и эмоциях этих ребят вы узнаете через несколько минут. Спайс это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Спайс может убить тебя в любую минуту. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области напоминает. Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции находится под особым контролем государства. Изготовление и реализация спиртных напитков ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей. Произведенный алкоголь подлежит обязательной маркировке. За незаконные производства, закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрена уголовная ответственность. Помни, продажа домашнего алкоголя физическими лицами запрещена. Причина более чем 90% лесных пожаров – человек. Убедись, что этот человек не ты. Сортировать отходы в домашних условиях легко и просто. Для этого потребуются два ведра. В одном будут скапливаться пищевые отходы, в другом – пластик, металл, стекло. Чистое сухое вторсырье не имеет неприятного запаха, поэтому может храниться долго. После чего отсортированные отходы можно будет отнести в бак сетку во дворе. Самое главное – подготовить вторсырье к сдаче. К примеру, бутылку из-под растительного масла или бытовой химии перед утилизацией необходимо тщательно промыть моющим средством и высушить. Город вдохновения. Так назвали творческий проект, благодаря которому каждый желающий может раскрыть свой музыкальный талант. Очередное выступление местных вокалистов состоялось в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина в Южно-Сахалинске. На сцене пели как профессионалы с опытом и образованием, так и любители. Многие из них впервые выступали перед зрителями. Я увидела в телеграм-канале парка нашего информацию о том, что есть такой проект «Буро вдохновения», что любой музыкант, поющий профессиональный и непрофессиональный, может прийти и спеть. Я узнала, позвонила, сказали, да, конечно, назначили там дату, и вот, собственно, все состоялось. Мы услышали то, что проводится конкурс вокальный. Стало интересно послушать наших местных исполнительниц. Я думаю, что талантливые люди должны заявлять о себе, чтобы люди о них знали. Ну и остальным людям, вот сколько людей собралось, очень приятно послушать, хорошо провести свой выходной. Мероприятие посвятили Дню Семьи, Любви и Верности. Концерт стал настоящим музыкальным подарком для взрослых и детей. Региональный семейный фестиваль «Мамины истории» во второй раз прошел в Невельске. В этот раз для жителей и гостей города работали интерактивные площадки и ярмарка. На ней свои изделия представили местные мастера. А на торжественном открытии чествовали семейные пары, которые много лет прожили в браке. Алина Достаева продолжит тему. Футболки с изображениями Сахалинской области, фартуки с представителями животного мира островов, фарфоровые броши и сувениры ручной работы, расписанные талантливыми мастерами. На входе гостей встречают сахалинские кудесники. Большое количество работ представляют участники выставки «Люди, глина и сахалин», которая проходит на островах впервые. Это хозяин дома, это хозяйка дома. Они оберегают семью от злых духов, они оберегают семью от каких-то напастей, от болезней. И самое главное, что они делают – благополучие своей семьи. Вы ставите на то место, где, вы считаете, она должна стоять, эта пигурка. Фестиваль «Мамины истории» инициирован Союзом женщин России. Представительницы прекрасного пола из разных уголков области встретились, чтобы пообщаться и поделиться опытом. Посетили город и побывали на экскурсиях, в библиотеке, в музее, на набережной. Очень интересно было, очень интересные рассказы сотрудников музея. Сегодня мы ждем более таких интересных и впечатляющих событий. Главной целью мероприятия стало укрепление семейных традиций, а также помощь женщинам в карьерном росте. Накануне почти 600 милых дам прошли специальное обучение и попали в кадровый резерв правительства Сахалинской области. Все разъедутся и на местах муниципальных образований они будут проводить мини-фестивали, мини-мастер-классы. Для того, чтобы то, что сегодня получат, подкрепятся знаниями, получат практические навыки. Естественно, они перенесут. На фестивале работают точки проведения мастер-классов, где дети пробуют делать прически, рисовать и создавать глиняные изделия. Итогом праздничного дня стало заседание клуба «Мамины истории», на котором участники Союза женщин России создали памятки о том, как сохранить семейные ценности. Осенью в электронном формате ее получит каждый школьник Невельска. Алина Достаева, Марина Пивоварова, телекомпания ОТВ. Многодетных родителей и супругов юбиляров поздравили и в Аниве. Мероприятие тоже приурочили ко дню семьи, любви и верности. Администрация городского округа совместно с местным отделом ЗАГС приготовили медали за любовь и верность, благодарственные письма и грамоты. Это хорошая традиция, которая Невский район всегда вместе с ЗАГСом проводит такое мероприятие. И мне очень радостно, что семейные пары отзываются, приходят, и не кто-то по одному, а именно вместе. Мы выступаем друг другу. Всякая жизнь есть. Я подкаблучник, а она у меня командир. Нет, ну, да, вот понимать друг друга надо. Ну, не того, что бывают ссоры, как говорится, бытовые. Бывают там перепалки, все. Ну, а потом прощаем друг друга. В качестве подарка юбилярам сотрудники районного дома культуры подготовили концертную программу. Всего наградили 8 семейных пар. На Курилах завершился военно-туристический слет фрегат. Большую часть времени участники провели на Итурупе. А затем отправились на Кунашир, самый южный остров Большой Курильской гряды. Полные сил и эмоции подростки вернулись в Ижно-Сахалинск. Впечатлениями от 12-дневного похода они поделились с моим коллегой Яковом Морозовым. Надежда Карпенко считает минуты до того момента, когда сможет обнять своего сына. 14-летний Владимир впервые отправляется в такой серьезный поход. Хотя к военному делу юноша приобщен давно. И он состоит еще в юной армии у меня. Что каждый год они два раза в год ездят в юную армию. Его это очень поддерживает. Он хочет стать военным вообще. Ну, я тоже всегда за, чтобы ребенок мой занимался военным делом. С первых секунд появления участников слета видно, что это не просто подростки, не определившиеся, что им делать дальше. Это люди дисциплинированные, целеустремленные и готовые помочь друг другу в любую минуту. Добрый вечер! Ровяйсь! Смирно! Всем добрый вечер! Добрый вечер! Поздравляю вас с прибытием в город Южно-Сахалинск! Ура! 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 За плечами марш-броски, курс военной подготовки. Ребята научились выживать в экстремальных условиях. Приходилось добираться по морю до пункта назначения. Гулять по мхам и зарослям бамбука, добывать рыбу и готовить ужин на всю команду на костре. Было в какой-то момент страшно что-то делать? Да, в любой момент, когда мы в какой-то лес заходили, было такое ощущение, как будто медведь может выбраться. Вас проинструктировали? Да, нас инструктаж провели, технику безопасности, все как полагается. В программу слета вошли посещение достопримечательностей островов, проведение спортивных соревнований, лекции по экологии и истории России. Вы знаете, пройдя 12 дней, мы понимаем, что это уже другие дети. Они понимают нас полслова, они понимают друг друга. Они помогают друг другу, они переживают друг за друга и поддерживают. Военно-туристический слет фрегат направлен на реализацию целей национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства» и «Года защитника Отечества в Сахалинской области». Яков Морозов, Дмитрий Протасов, телекомпания ОТВ. Футбольный клуб «Сахалин» завершил стартовый круг первенства России на четвертом месте. Итоговый матч островитяне провели в Пензе против местного «Зенита». На двоих команды забили всего один гол. Болельщики увидели его лишь во втором тайме. Эти и другие значимые новости островного спорта подготовил наш корреспондент Игорь Антипов. Игра руками голкипера может пригодиться. Смотрим. На ближнюю скидочка. Дальше удар, поворот! В завершающем матче 15-го тура первенства страны второй лиги соперники строго играют в защите. Потому первый тайм между «Сахалином» и «Зенитом» проходит по нолям. Игра была, скажем, до гола. Кто забьет и победит, скорее всего, потому что так по развитию событий на футбольном поле оно складывалось так. Как бы и у соперника особо моментов не было, и у нас не получалась игра в атаке. На 66-й минуте точный удар в нижний угол ворот «Зенитовцев» производит Максим Ярусланов. Проскочил, простреливает и вот вынести. Видите, не сумели. Не сумели вынести, маханули. Поймали команду на атаке, оппозиционную, пензу. И реализовали. Самый опытный капитан команды, когда ответственность ложится на самых опытных игроках. И вовремя это все продемонстрировал. Первый круг земляки завершают на четвертом месте. В активе команды Юрия Дроздова 26 очков, 8 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Второй круг ФК «Сахалин» начнет 4 августа в Коломне. 12 островных велосипедистов за 4 дня проехали 600 километров от Александровско-Сахалинского до Южно-Сахалинска. Это был традиционный пробег «Огонь Победы». На памятных точках ребята делают остановки, чтобы возложить цветы к мемориалам освободителей острова от японских захватчиков. Так спортсмены чтят память героических предков. Состоялся региональный турнир по туризму «Сахалинские тропы». Чемпионами на дистанции 21 километр стали Антон Бакай и Мария Анферова. На 15-километровке первыми финишировали Илья Снургалиев и Анастасия Вандышева. Среди самых юных спортсменов золото добыли Полина Беликова и Юрий Семак. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете увидеть на Ютуб-канале ОТВ «Сахалин» на сайте информационного агентства «Сах.онлайн», а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Сахалинская область За второго или последующих детей – 250 тысяч рублей. Молодым семьям с низкими доходами компенсируют до 30 тысяч рублей за покупку коляски и комплекта для новорожденного. За подробной информацией обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Слава Петровна, добрый день. Служба безопасности вашего банка. Еще мгновение доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли привезти деньги на безопасный счет. Звякнув банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров. Я Денис Маслов. Я являюсь мастером спорта России по бодибилдингу. Я привык всегда и во всем добиваться только высоких результатов. Впереди у меня новые цели и покорение еще более высоких вершин. И для их достижения я всегда должен быть в отличной форме и вести здоровый образ жизни. И мне не по пути с теми, кто готов нарушить закон из-за минутной слабости. Не ставьте крест на своем будущем. Подумайте о своей безопасности. Безопасности окружающих. Скажи нет алкоголю за рулем. Субтитры создавал DimaTorzok Денис Маслов. Денис Маслов. Денис Маслов. Продолжение следует...